Девушки отдыхают Я понимаю, это первое свидание, еще рано Ничего не рано Но нам надо поговорить о нас О том, что мне нужно Какие отношения Я только что узнала, что буду летать за границу И редко бывать дома А это значит, что мне нужны необычные отношения То есть? Я хочу получать удовольствие И позволять себе все, когда мы вместе И никаких обязательств и привязанностей Тебя устраивает? Я думаю, что смогу с этим справиться Уверен? Абсолютно Ладно Ты слышала? Что это было? Надеюсь, что ничего Круто Что это у тебя? Садись за руль и уезжай отсюда Что происходит? Уезжай, здесь опасно Полиция, не двигаться! Проклятие Проклятие За нечистью В главных ролях Майкл Лендес Александр Ли Дэнни Вудберн Ричард Гент Автор идей и режиссер Эван Кац Охотники за нечистью Деньги выкладывай быстро В другой В другой В другой Автор сценария Сара Израил Это мертвецы Такие же знаки, как на предыдущих Так что мы наверняка имеем дело Со схожими преступлениями Не на мертвеце На жертве шел Я никого не хотел обидеть Итак, у нас есть дюжина Жертв За последний месяц Всем около 20 Все хорошо Одеты Вот и все И с характерными травмами Моего как будто кто-то выпотрошил Мы провели вскрытие в каждом случае Выяснили, что у жертв Извлекали всю жидкость из организма Также обнаружили нейротоксин Схожий с тем, что использует паук Черная вдова Значит, преступник парализует жертв ядом И потом выпивает из них все соки Все жертвы убиты где-то в другом месте А потом брошены на свалку И у всех тело покрыто небольшими волдырями Это то, что на поверхности Но самое ужасное Нет, я не могу это сказать Нет, не могу Да ладно, Шон Ты же биолог в конце концов Он не настоящий биолог Я уже практически защитил диплом И потом мне казалось, что мы собрались Чтобы обсудить преступление Понимаете? Яд поступал в тело И все жидкости из него высасывались через Ну Пупок Извините Простите За это В пятницу вечером было темно И я не смог все как следует разглядеть Но мы понимаем, что охотимся за существом В облике человека Который при этом умеет передвигаться как паук Оно высокое, стройное Возможно, с короткими темными волосами Бенсон, О'Мэри У нас есть зацепка Полиция арестовала подозреваемого В убийстве одного из мужчин Они напали на след того, кого мы ищем? Нет, они арестовали женщину, которая встречалась с мужчиной, убитым на прошлой неделе Из которого высосали все соки А почему она арестована? Потому что в заявлении она написала, что на мужчину напало существо, похожее на паука размером с человека И они решили, что она сошла с ума и убила всех этих мужчин Да, Бенсон, к нашему счастью Потому что теперь у нас есть свидетель И где она? Ее зовут Элис Чадмор Ее перевезли в спецтюрьму для умалишенных Это психушка Да-да Ты крут Вот тебе Что ты делаешь? Работаю В этих играх есть сказочные персонажи, которые могут иметь отношение к нашим преступлениям Не парь мне мозги, я не начальник Что это за игра? Я играю в сети с другими игроками со всего мира Я дошел до финала и шел к этому целый год Ты представляешь, целый год Да ладно Думаешь, это так просто? Попробуй сам Давай Элис Чадмор привезли сюда пару недель назад из Мичигана Жертва она встретила в тот же вечер в ночном клубе Кстати, о свиданиях Похоже, в пятницу у тебя все сорвалось? А как ты думаешь, если я нашел труп? Попробуй угадать Как всегда Это было, возможно, не первое, но не больше, чем третье ваше свидание И по работе она редко бывает дома, работает танцовщица или няней Она стердесса Я же говорила А знаешь, откуда все это знаю? Этот разговор меня не вдохновляет Ты боишься серьезных отношений И поэтому встречаешься только с теми, с кем настоящей близости быть не может Пока я ни с кем не встречаюсь А в пятницу вечером? Как ее звали? Шэнди Спасибо Мы приехали поговорить с Элис Чедмар Полиция допрашивает ее целую неделю Но, наверное, так и должно быть с девушкой, которая сказала, что ее парня утащил огромный паук Она просто шизофреничка С суицидальными наклонностями, вот и все А в остальном она нормальная? В общем, да Если это можно назвать остальным Вы связывались с полицией Мичигана? У нее были срывы до этого? Не было Но сейчас у нее острое состояние А потому я не собираюсь выпускать ее Что еще вас интересует? Говорите Я уверен, что у вас есть на этой веске основания Элис Чедмар убила человека и все из него высосала Пока я не понимаю, как А теперь пытается все свалить на какое-то непонятное существо Простите Но если вы надеетесь выяснить что-то еще Боюсь, вы просто теряете время Мы все-таки хотели бы с ней поговорить Как знаете Вам за это платят Знаете, кого я считаю сумасшедшим? Того, кто уверен в своей правоте, не имея на то оснований Что вот это, Киф? У меня проблемы совсем другого порядка Будем надеяться, что это не так Элис Я детектив Бенсон А это детектив Умелли Мы хотели бы с вами поговорить Я уже сто раз обо всем этом говорила Что еще я могу рассказать? Помогите нам, а мы постараемся помочь вам Если это возможно Возможно Мы прочитали ваше заявление и знаем, что на Роджера напали, когда он провожал вас домой Вы достаточно хорошо рассмотрели нападавшего Правда? Я запомнила его глаза Черные и мертвые глаза Они были похожи на клыки А ноги Как у паука Да Я сама понимаю, что в это трудно поверить А вы мне верите? Мы верим, что вы что-то видели И что вы не убийца Понимаете? Это лучшее, что я слышала с того момента, как уехала из Мичигана Лучше бы меня оставили там Я вас понимаю Вы Не видели ничего или никого подозрительного до нападения? На улице никого не было Поэтому я и попросила Роджера меня проводить Вот и все Мы ведь только с ним познакомились А в клубе? Это Блю Мартини? Тоже ничего Правда, там была одна женщина Она приставала к Роджеру, когда мы уходили Довольно настойчиво И когда поняла, что мы уходим, очень расстроилась Она схватила меня за руку И у меня было какое-то странное ощущение Но это не важно Вы можете описать эту женщину? Очень красивая Высокая, худая Короткая стрижка Темные волосы Вы думаете, она может иметь к этому какое-то отношение? Если вспомните что-то еще Позвоните нам Да, только попрошу у моего друга, доктора Хенделя Мобильный телефон Вот, держите Нажмите на кнопку, и мы получим сигнал Такого я еще не видела Или это просто уловка? И вы притворяете, что верите мне? Я понимаю, вам непросто Но не надо отчаиваться Похоже, встреча с Элис Чедмор удалась Это выяснится, когда мы нападем с ее помощью наслед И я о том, что ты, кажется, искренне хочешь ей помочь Ее задержали за убийство, которого она не совершала Это случается сплошь и рядом Но не все задержанные так же хороши собой И, похоже, тебе она кажется совершенно нормальной Ты права Раз уж ты завела об этом разговоре, я совершенно к ней равнодушен Думаешь, высокая, худая женщина, о которой говорила Элис, связана с той, с короткой стрижкой, за которой ты гнался? Не знаю Но надо посмотреть, что записали камеры в клубе, а там будет видно Мы даже не знаем, есть ли у них камеры Знаем, этот клуб содержит парень А содержит он его ради классных куколок, которые в нем крутятся Классных куколок? Так их называют владельцы клубов А я просто вхожу в роль Ясно Уж если эти куколки зашли к нему, он запишет их на пленку, сделав вид, что это система безопасности Но ты понимаешь, что это не так Ты уже вошел в роль владельца клуба Конечно Значит, нужно просто войти и попросить владельца пленки Но он не признается, что они есть Он скользкий тип Хорошо, хоть что ты это понимаешь Тогда, может, сразу перейдем к запасному сценарию Или он никуда не годится Если будешь меня оскорблять, я и пальцем не шевельну Если не против, я дочитаю до конца главы Карл знает клуб Блю Мартини Никогда о нем не слышал Будем считать, что пленки существуют Нам нужны записи, сделанные пять дней назад Простите, я не могу проникнуть внутрь незаметно А ты представь, что это гардероб, из которого ты обычно тыришь шмотки Мы подождем на улице Я могу допить кофе? КОНЕЦ КОНЕЦ Помогите! Помогите! На помощь! На помощь! Отойди! Сюда! О, Господи! Я вам не передам пациента без решения суда Точка! Элис в опасности Кто бы или что бы не убило парня Элис, оно хочет быть уверено, что свидетелей не осталось Это Элис Чедмор представляет опасность для окружающих Вы даже не знаете, что случилось Как я могу узнать? Вы объявили карантин Никогда не слышал о подобных действиях полиции Вы должны подписать разрешение на вывоз Элиса немедленно Вы слышали, что я сказал? Да, я слышал человека, упивающегося властью над людьми И не заинтересованного в поисках истины Человека более опасного, чем его пациенты Ваши слова не заставят меня изменить мое решение Перейдем к действиям Вы не посмеете? Еще как У вас есть ручка? Спасибо за кофе Одежду За то, что спасли мне жизнь Вытащили меня оттуда Я ничего не забыла? Я должен сказать, что это моя работа Но это правда моя работа Я защищаю свидетелей То есть вы мне верите? Вы же видели, что было прошлой ночью Мы не поняли, что это было Но мы поняли, что за вами охотятся И мы должны найти его и остановить Значит, вы не считаете меня сумасшедшей? Нет, не считаю Вы что-то скрываете Не думайте об этом Я думаю о Роджере Он погиб просто потому, что согласился проводить меня Мы найдем того, кто убил Роджера и всех остальных Обещаю вам Но их же не вернешь Нет Но это наш перед ними долг Это все, что мы можем для них сделать Вы правда верите, что сможете его найти? Доверьтесь мне Я не слишком доверчива Я тоже Так что мы с вами квиты Главное, чтобы с вами ничего не случилось до моего возвращения Как вы? Я уехала из Мичигана, чтобы развлечься Ник Спасибо Да, ножи я спрятал Очень смешно Думаю, с ней все будет в порядке Да-да Что? Она наша единственная свидетельница Согласна, из психушки ее нужно было забрать Но не обязательно было оставлять ее в твоей квартире Как где еще? В тюрьме? Под охраной? Да, ее бы там охраняли Так бы она поменяла шила на мыло Ей без того досталось А так мы за ней можем, по крайней мере, присмотреть Об этом все дело Сначала ты говоришь, что я боюсь отношений, а теперь боишься, что они у меня появятся Не боюсь Просто говорю об этом Капитан Пейдж пока тебя еще не уволил, а доктор Хендель пока еще не пожаловался комиссару Или капитану уже позвонили и он считает, что я поступил правильно О, да Блю Мартини Час ночи Я просмотрел записи всех камер и нашел ту девушку с парнем у бара Элис, привет Так, нам нужна высокая худая женщина с короткими темными волосами, запавшая на Роджера Подожди Открути Вот она В кожаной мини-юбке Карл, у нее длинные рыжие волосы Это меня и смущает Пейдж Это она Та самая, за которой ты гнался? Я видел ее со спины, но рост тот же И волосы похожи Посмотрите сюда Как метка черной вдовы Разошлем ее фотографии по всем клубам, посмотрим, где и когда она была Может, нам удастся вычислить, куда она придет сегодня О, Мэли Займись этим, ты знаешь, что сказать Вообще-то я никогда не целилась в докторов О, Мэли Я позвоню Отлично Отлично Как много о человеке может сказать его коллекция дисков? И о чем говорит моя? Я не думала, что ты слушаешь Лилит Феа А я и не слушаю Хотя вариации есть симпатичные Рэп, рок, рэп-рок, тяжелый рок Мелодия хорошая Я так и поняла Но я нашла кое-что не слишком громкое и агрессивное Кстати, кто-то пробрался в квартиру и подбросил Ты всегда так одеваешься на задание? Нет, слава богу Тебе идет Я бы таких франтов за решетку сажал Никто не знает парня, с которым мы играем Известно только, что он лучший Обычно он разделывается с противником на первой же минуте Так Он в меня попал Ничего Это не страшно Все равно я обставлю его по очкам Что ты делаешь? Пытаюсь пережить первую минуту Ему трудно было играть с двумя Сразу Что ты сказал? Я не расслышал Увлекся Что случилось? Что? Случилось самое ужасное Ты не мог этого сделать Расслабься По очкам ты все равно впереди Да Я не могу тебя обогнать по очкам Ведь я только начал играть Это невозможно Да, ты прав Слушай Знаешь, как улучшить результат? Надо играть На деньги Что значит на деньги? Пара сотен Не больше Ну, если ты, конечно, не уверен, что обойдешь меня по очкам Ладно У меня пора Что, Карл? Струсил? Меня вызывает Бенсон и Омелли А потом у меня свидание с Достиней С Достиней? Да, она работает с полуночи до трех В Голлс, Голлс, Голлс Привет Можно вас угостить? Нет, спасибо Уже четвертый клуб и никакой женщины-паука Нет, спасибо А у тебя как? У меня третий Извини, не слышу Музыка громкая Да, похоже, ты разошелся Ну как? Пара девиц пригласили танцевать Еще пара Задавала наводящие вопросы Прекрасно А я поняла, что в короткой юбке можно проникнуть куда угодно Нет, спасибо Хочешь, я поговорю с этими ребятами? Только скажи Главное, не высовывайся и смотри в оба Да, здесь есть на что посмотреть Какие куколки? Куколки? Ладно Можно я спрошу? Валяй Ты не пытаешься посмотреть на все со стороны Ведь по сути ты вышла на задание с гномом Тебе это не кажется идиотизмом? Пожалуй А почему ты спрашиваешь? Потому что кажется идиотизмом выход на задание с человеком Спасибо, Карл Это все относительно Да, я поняла Закрой окно Мне кажется, я ее нашел Что она делает? Кажется, подбирает жертву Потанцуй Извини, не могу Извини Скажи, куда ехать, я готова Я подхожу к ней, сейчас возьму ее Подожди, вдруг она тебя узнает Могут пострадать люди Тогда Мелли получит премию Не бойся, мне не впервые Что, арестовывать посреди толпы танцующих? Что бы ты ни говорила, я это сделаю Ложная тревога Пошли? Она выходит из клуба с мужчиной Уверен? Да, я иду за ними Смотри туда Потом, Карл, мы едем Нет Ты все-таки посмотри Ник, у нас проблема Она только что вышла из нашего клуба Это невозможно Она точно здесь Тогда их двое Или еще больше Она только что подцепила парня на улице Идут к его машине Кажется, она объясняет ему, куда ехать А Майя идет с парнем Направляются в спальный район Мы не можем взять их Пока не поймем, куда они ведут свои жертвы Мы едем на запад Видел, как она его подцепила? Без единого слова Язык жестов Она даже головой не повела Значит, язык тела Едут в Риглевиль Повернули на Арден Я стою на Арден Большой особняк Дом 52 Похоже на заброшенный дом Она уговаривает его зайти Надеюсь, он не дурак Он мужик, не забывай Так, похоже, началось Не будь дураком, вали отсюда Руки убери Ты кто такой? Полиция Вали отсюда А что, у нас уже нельзя в клуб с девушкой пойти? Она что, твоя бывшая подружка? Ты еще скажешь спасибо За что? За то, что я спас тебе жизнь Мы приехали Моя внутри Давай эту возьмем Стоять Ложись Поехали 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 Никаких признаков жизни Сплошной холод Человеческой жизни Поехали 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 Одна готова Сколько их еще будет? По крайней мере, еще одна Поехали Пошли отсюда Это что? Спецпатрон Ты ими стрелял когда-нибудь? Один раз В жилом доме В жилом доме? Пошли Он взорвется Через три секунды Классная вещь Спецпатрон Чему это вы так радуетесь? Мы спасли Чью-то жизнь Убили нескольких тварей И кое-что взорвали Мне кажется, ночь удалась Шел бы ты в машину Я тебе говорю Иди в машину А где, пожалуйста? Пожалуйста, сядь в машину Или я и забью тебя до полусмерти Не хотел бы тебя утруждать Если честно Этот дом наверняка их гнездо Мы нашли трупы восьми существ И восемь паучьих гнезд Это значит, что вы убили их всех Отлично Поработали Видел И при этом он смотрел не на меня Правильно заметил, Мелли Гнездо изначально существовало в Нью-Йорке Им удалось скрыться Наши агенты не успели их уничтожить Другими словами, мы сделали работу Нью-Йоркских агентов Можете рассказать об этом На следующей конференции спецотрядов На какой такой конференции? Это что, шутка? У вас есть чувство юмора, Бенсон Нью-Йорк подтверждает, что мы уничтожили всю колонию Дело закрыто А что будет с Элис Чэтмар? С женщиной, 11 раз, нарушившей правила поведения? 12 Я думал ее отпустить, особенно учитывая то, как вы поступили с доктором Хэнделем Но за это наказывать надо не ее Без нее мы бы не распутали это дело Все обвинения с нее будут сняты А вы на 5 дней будете отстранены от работы Есть, сэр Свободны Ты как? Все получили по заслугам Зато смогу отдохнуть, может съезжу за город Сэлис Чэтмар? Я предложу ей Если, конечно, это удобно после всего, что с ней приключилось Нет, поговори с ней Она, похоже, девушка сильная, волевая А ты просто рыцарь в сияющих доспехах Или что там на тебе? Холодно Я подумала, если тебе не удалось поужинать Не знаю, что сказать Мне еще никто не готовил ужин Правда? У меня хорошие новости Ты свободна С тебя сняты все обвинения Да? Что случилось? Мы доказали, что ты никого не убивала Не знаю, как тебя отблагодарить Может, поужинаем попозже? Да, если ты и не голодна За меня не волнуйся Давай, давай, давай 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 Это не так Нет, это невозможно Ты меня обходишь Вот так играют Настоящие мастера Видишь? Ты мухлюешь В компьютерной игре Чем рифмуется слабак? Не знаешь? Заработались Если ты забыла, мне здесь денег не платят Неужели? Мне кажется, твоя компенсация Это не оказаться в подвале За все преступления, которые ты совершил Да, ты права Я закончил работу Просмотрел все, что нам прислали По этому делу из Нью-Йорка Очень интересно У тебя есть минута? У меня дела Эта метка на спине Свидетельствует о неких связях Между этими существами И другими людьми Ты представляешь? Очень интересно У меня свидание Я не хочу опаздывать В истории Эти существа Следов почти не оставили Потому что работают они Очень чисто И прекрасно научились Выдавать себя за людей Нью-Йорк считает Что их колонии Существуют по всей стране По крайней мере В Детройте и Лос-Анджелесе Шон, приятного вечера Да, спасибо Спасибо И еще сыграем? Нужно купить Новый пульт Этот ник черт не годится Так Что же сегодня случилось? Просто мы нашли убийц И все получилось Больше ты ничего сказать не можешь? Я понимаю Но чтобы я спала спокойно Скажи мне Кто убил Роджера И охотился за мной? Поверь мне Тебе ничто не угрожает Вы убили всех? Да Ты сказал убийце И я решила Что он был не один Больше я ничего сказать не могу Понимаю Я просто хочу знать Что могу спать спокойно В Мичиган возвращаться не собираешься? Нет Нам пришлось уйти оттуда Вот как Нью-Йорк Лос-Анджелес Детройт У нас жесткая конкуренция В одном городе не может жить две семьи Так что я приехала Чтобы очистить город От конкурентов И ты мне в этом очень помог Давай попробуем еще раз Элис Я из-за тебя на свидание опоздаю Я думал, что нашел наконец Нормальную девушку Мы разослали портрет Элис И нашли ее сестер в Детройте Отлично Хочешь, я закончу отчет? Не надо, я сам Слушай Мне очень жаль, что все так получилось Не делай вид, что ничего не случилось Я не понимаю, как я сразу ее не раскусил Элис использовала нас Чтобы расчистить территорию Она использовала меня То есть ты ей совсем не увлекся Ты расстроен не потому, что она тебе нравилась Не потому, что у тебя были на нее виды Нет Ясно Ты просто полицейский автомат Который расстроился, потому что чуть не проиграл Именно Ясно Встретимся на конференции На русский язык Фильм озвучен кинокомпанией Селена Интернешнл По заказу ТВ-3 Селена Интернешнл Играет музыка Селена Интернешнл По заказу ТВ-3 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok